К разговору об этих выборах, которые пройдут, напоминаю, 10 сентября, депутаты Масла принялись сочинять популистские инициативы, вследуя вице-спикер Госдумы, первый зам... 5 сентября это муниципальный. Да, муниципальный, простите, да. Мы говорили про президентский, сейчас муниципальный говорим, вот про муниципальный речь идет, и просто вы упомянули Слуцкого, главу ЛДПР. Вот сразу несколько вырисовалось таких фигур, которые занимаются сейчас чистым популизмом. В среду вице-спикер Госдумы, первый заморуководитель фракции «Новые люди» Владислав Даванков, предложил Кабмину организовать для россиян бесплатные туры в Индию. А депутаты от ЛДПР предложили ежегодно давать россиянам деньги на сбор ребенка в школу, это 13 944 рубля. Законопроект уже внесли в Госдуму. Кроме этого, в этом месяце ЛДПР предложили поднять материнский капитал, индексировать заплаты, расселять аварийное жилье за три месяца, а КПРФ, то есть коммунистическая партия, дарить квартиру за пятого ребенка, за каждого пятого. «Новые люди», партия предоставит налоговый вычет на школьные товары и так далее. Идеи пришли в голову депутатам аккурат в преддверии выборов и начала учебного года. Поэтому популистские законопроекты для выплат, конечно, не смогут принять в столь короткие сроки. Ну и вы, как в свое время многолетний член российского парламента, как вы оцениваете инициативы? Есть ли прецедент вообще в истории российского законодательства, что они вообще когда-либо исполнялись? Ну, может исполниться только один посыл. Не в Индию путешествия. Знаете, такой есть анекдот про пеший эротический тур. Вот этот тур может быть для каждого реализован. Люди будут посланы вот в этот пеший эротический тур. Это я думаю, что так. Все остальное останется неизбыточными мечтами и желаниями. Хочешь спросить, ребята, кто-то мешал до того, как сделать что-нибудь полезное? Поэтому ничего не будет. Это вот просто пена, которая поднимается каждый раз, скипает, когда там нужно чего-то как-то, где-то кого-то обмануть. Но у нас же, как говорится, нашему народу уже столько обещано, а ему все мало. Да, вот по этому принципу и работают у нас политические партии. Нет на свеке политических партий. Есть одна партия войны. Вот все там Зюганов. Что он там обещает? Какие он там льготы хочет Зюганов пообещать? Он хочет, чтобы Шариковы наплодились в немеренном количестве, да? Срочно причем. Потому что Шариковых не хватает КПРФ. Вы знаете, как это анекдот? Вот. КПРФ требуются бешеные бабки. Для выборной кампании КПРФ срочно требуются бешеные бабки. Желательно миллиона полтора бабок. Вот. Поэтому я думаю, что... Да, вот примерно вот сейчас вот все напоминает это. Но я все время говорю, что в стране дураков снова кипела на работах. Я не могу без анекдотов уже. Я не знаю. Я анекдотов не рассказываю. Они у меня всегда возникают по ассоциации. Но когда я начинаю комментировать сейчас ситуацию в Российской Федерации, мне в гулу приходит один анекдот. Потому что невозможно в трезвом уме здравой памяти, так сказать, всерьез, вот это все комментировать. Это же просто... Даже это не маразм, глумление какое-то такое над всем здравым смыслом. Это просто какие-то вот... Совершенно какие-то... Какая-то клоунада на клоунаде. Клоун на клоу, на клоуном погоняем. И дальше хуже, пан Геннадий. Просто очевидно, что отмотать назад не получится. То есть при этом режиме дальше будет хуже. Просто задаешься только вопросом, насколько хуже и какие еще уродливые формы приобретут все эти имитации, в том числе избирательных процессов. Намного будет хуже. И жизнь на каждый день ухудшается. Потому что рубль превращается в фантик, экономика потихонечку. Но я там сегодня уже говорил, не как, конечно, как самолет пригожено падает в экономика. А так идет по глиссанде, по глиссанде на посадочке. И, естественно, там будет нарастать ожесточенность вот этих вот мобилизаций всяких. Все к этому идет. Я так думаю, что к ноябрю где-то все это вот скажешь. Ну, ребятки, теперь давайте Родину защищать. Помните, как там в ноябре когда-то там полки погнали нацистов немецких, так сказать, и прочих под Москвой. Давайте-ка теперь. Вообще, я думаю, что они где-то в ноябрю сделают вот эту обязательную мобилизацию. Я так по своему усмотрению смотрю по расчетам. Пока они вот еще деньгами заливают, но скоро, видимо, не поймут. Падаген, вот сказали к ноябрю, но, собственно, еще раз. Президентские выборы... Может быть, не к ноябрю, может быть, в ноябре. Вот у меня такое ощущение, что к ноябре. А не будет ли это грозить Путину, учитывая, что он все равно печется за свой рейтинг, понимая, что он все равно выиграет любые выборы, тем не менее, вот за рейтингом свой печется. Могилизация очередная не может способствовать его повышению, это очевидно. А до марта у них не хватит пушечного мяса. А до марта у них не хватит пушечного мяса. А до марта будет перемалывание серьезной армии, и серьезной, очень серьезной. Я думаю, что к ноябрю точно украинцы выйдут, вооруженные силы Украины, на море. И, значит, перерубятся эти коридоры, сделают из острова. Если из полуострова Крым, остров Крым, как у Аксенова, да, роман «Остров Крым». Вот, поэтому я думаю, что Путину придется идти на всеобщую могилизацию, вне зависимости от того, нравится ему это или не нравится. Им, конечно, это очень не нравится. Они анализировали вот это все, что произошло, вот этот бабий вой по всей России, дайте нам, нашим мужьям, лучшие условия для того, чтобы убивать украинцев, да, зачем вы их туда послали, отведите, вы им обещали, что они там на третьей линии, они на первой оказались, ну и так далее. Не все, так сказать, вы радовались белым ладом, были те, кто были недовольны все-таки, немножко, слегка. Поэтому я думаю, что к концу ноября, вот середина-конец ноября, они пойдут на всеобщую могилизацию, на новую волну, не всеобщая, принудительная, она всеобщая, по сути дела, не так объявлена, но она называется частичная, по сути дела всеобщая, они там кого освобождают, ребят до 18 лет, и уже там стариков глубоких, остальные все идут поездом, как говорится, под мобилизацию. Поэтому я думаю, что где-то у них к ноябрю кончится пушечное мясо, они еще немножко подергаются, и скорее всего объявят эту мобилизацию, потому что дела к этому времени на фронте будут так плохи, ну и если только Путин раньше не замочит какие-нибудь там орлы из ФСО, или откуда-то еще, а так, скорее всего, ему грозит всеобщая вот эта вот принудительная могилизация, и вне зависимости от того, нужен Путин в рейтинге, потому что Путин ведь, его эти выборы, они все, на мой взгляд, преследуют только одну цель, когда он должен выйти к своим придворам и сказать, ну что, козлы, вы все назначенные мною, понимаете, а я вот выбранный, я избранный народом, за меня голосуют, не важно как, за меня голосуют, а вы все, мне обязаны, что я вас с руки всех кормлю, мне кажется, мне вот это вот главный пункт сидит в голове, чтобы показать свой приоритет над собравшимися в Кремле, кто они такие, винтики, он сейчас заменит какую-нибудь там губернатору, какую-нибудь там Курского, Орловского, там не знаю, какого еще там, никто не заметит, никто, отряд не заметит по оттере бойца, какая хрен разница, как фамилию губернатора, если он черта не может, и ничем не отличается один шуруп, я все время, я и раньше понял, что вот без нормального избирательного процесса назначение людей похоже на ввечивание шурупчиков, вот один отвернул шуруп, выбросил, завернул второй, никто не заметил, что другой шуруп, потому что они все безликие, у них у всех головки одинаковые, резьба одинаковая, ничего там, ничем они друг от друга не отличаются, вот, был там один приличный парень, Сергей Фургал, да и того, так сказать, там, схарчили в тюрьме, а так, в общем-то, они все, так сказать, равны, как на подбор, и абсолютно безликие, я даже фамилию сейчас губернатор, не знаю, раньше хоть были какие-то личности там, неважно, они были спорные, они там были разные, но они были личностями, а сейчас какие-то безликие, ничем они не отличаются, один человек от другого. Ну, это я так, в сердцах. Я понимаю ваши эмоции, Павел Геннадий, но вот если мы говорим все-таки о завершении мобилизации, учитывая, что, насколько я понимаю, закон уже есть, который запрещает выезд военнообязанным, да, без разрешения на то соответствующих органов. Выезд запрещает, счета запрещает, кредиты запрещает, что там еще запрещает, вообще там ничего взять нельзя, документы даже могут изъять, все запрещает закон. То есть, соответственно, в прошлый раз мобилизация проходила при открытых границах, сейчас при закрытых. Это значит, что власть полностью уверена в своих карательных способностях и методах, чтобы предотвратить любой эффект, знаете, вот такой закупоренной и встряшенной такой перебродившей бутылки? Нет, нет. Власти просто извиняюсь за рожение жопы, им деваться некуда. Они понимают, что если они сейчас объявят мобилизацию в условиях открытых границ, еще один миллион уйдет. А у них не такой же большой мобилизационный ресурс. Они там могут надувать щеки и говорить, что у нас там 10 миллионов, 20 миллионов. На самом деле у них мобилизационный ресурс совершенно намного ниже, меньше. И поэтому они прекрасно понимают, что если они при открытых границах сейчас объявят мобилизацию, еще там полтора-два миллиона сбежат, они кого будут мобилизировать-то? Алкоголиков, вот этих дебилов, медицинских дебилов, которые действительно не способны, так сказать, дважды два посчитать. Кого они будут мобилизовывать? Или там глубоких стариков дряхлых, вольных людей. Надо просто понимать, что вообще здоровое население сбежит от них. И поэтому они понимают, что это все равно плохо для них, что это наносит имидж, что это вызывает серьезные внутренние процессы, которые могут подорвать страну. Они все равно идут на это, потому что им деваться некуда. У них безвыходные положения, у них ничего. Почему они сейчас там время от времени начинают? А мы сейчас ядерным оружием, там какой-то урод, я уже забыл его фамилию на телевидении. А вот мы сейчас четыре удара, и там нет украинской армии, вот мы ядерным оружием их шабанем. Но вот они же только пугать, вот у них что осталось? Пугать мир ядерным оружием? И второе, это поставлять на фронт немеренном количестве пушечное мясо. Мы же понимаем, что они, допустим, там могут производить в месяц сто ракет. Вот западные прессы нам, западные аналитики дают нам такие цифры, что в месяц могут сто ракет производить, всего. Они там сколько-то могут танков. Поэтому восполнения техники на фронте нет. Чем это можно компенсировать? Стрелковым оружием и вот этими, так сказать, терпилами, которых можно загнать на фронт, они там будут выполнять приказы командования, а в случае неуполнения их там расстреляют самих. Ну, примерно вот так они на это рассчитывают продолжать войну. Чтобы, как говорится, тянуть, 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 а вдруг что-то произойдет в мире, а вдруг там что-то в Америке произойдет, а вдруг что-то в Китае произойдет, а вдруг что-то в Украине произойдет, а вдруг что-то в Европе случится. И мы, оказывается, перетерпим всех. Пока вот давай. Ну, в этом, Геннадий, в этом же и суть, когда, знаете, вот сколько уже лет мы слышим о том, что Путин не стратега-тактик, он постоянно вот, у него вся его политическая деятельность раздроблена на вот действительно эти мелкие такие спецоперации, да, то есть стратегического никакого видения и визии нет, а вот просто от одной до другой, и тем не менее, ну, так или иначе, чувак 23 года худо-бедно продержался и держится. Ну, продержался, держится, но когда-то, вот я помню, пришел Слава еще с Руковым, был там царедворец, и с ним мы много общались когда-то, давно спорили все время, и когда вот они там велите все вертикали и так далее, я сказал, Слава, ну вы же рано или поздно, у вас все равно возникнет ситуация, либо вы демократизируете общество, либо вы будете стрелять народ. И он тогда, помню, там даже пристал с места, начал так ходить, говорит, ну что ты нас так хреново думаешь, Ген? Я говорю, ну я о вас хреново не думаю, ну мы как, чтобы мы стреляли когда-нибудь народ, чтобы мы когда-нибудь начали войну, да мы этого никогда не будем. Это мне говорят, Сурков тогда еще, в те годы, в нулевые. Я говорю, ну я даже как-то неудобно стало, думаю, что же действительно они так хреново думают. Говорю, Слав, ну ладно, извини, а может действительно там что-то, но дай бог, чтобы все как ты думали и действовали исходя из этого. Так вот эта вот их тупоголовость, отсутствие стратегии путинской, оно и к чему это привело к сегодняшней войне, к тому, что его жизнь Путина, вот что он довел, он сидел там, гнил потихонечку, не трогал бы никого ни в Украине, нигде. Он там сидел бы до своей старости, до этой, до глубокой маразминной, этой самой, до своего глубокого маразминного состояния. Зачем он туда влез? Вообще сейчас его жизнь нереально угрожает опасность. Его сейчас на территории там 130 стран готов арестовать. Его сейчас блокировали как это, там, в клетке как какого-то зверя, как какого-то бешеного шакала, его никто никуда не пускает, никто его не принимает. Вот на хрена он себе такую жизнь устроил? В адеквате мужик или не в адеквате? Нормальный или ненормальный? Ну, Питер, ну просто вот представьте себя на его месте. Ну можно было спокойно еще там 10 лет черстнее там парить мозги российскому населению, вешать ему лапшу на уши и как-то там держаться, никуда не влезая ни в какие ни войны, ни в какие геополитические катаклизмы и кризисы. Ну что, раз нет? 14-й год, я еще помню эту обстановку, там все там подавленность в российской оппозиции, что Путин начал вот войну, вот этот идиотский этот патриотизм полез, там дебильный изо всех щелей. И я тогда еще говорю, ребят, да ладно, вот это все ускорит его конец. Чтобы он гнил бы им годами, а тут все это все будет ускоряться, все будет идти по наклонной. Ну а вот тут еще в 22-м году он еще начал фатальную для себя войну. Я считаю, что фатальную для Путин. Поэтому все, оно идет по той спирали, по которой, в общем-то, было предсказано. Репрессии, ГУЛАГи, война и крах. Вот остался последний этап, крах. Крах. Но если мы говорим про крах, у нас буквально еще несколько минут, Пану Геннадию, про крах. Подводим итоги ситуации с Евгением Пригожиным, главой ЧВК «Вагнер», который после неудавшегося вооруженного мятежа в конце июня, перестал использовать для полетов по России военные авиабазы и отказался от самолетов МЧС. Вместо этого он начал перемещаться на своем бизнес-джете Embraer Legacy 600, который был оснащен средствами маскировки и уклонения отслежки. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на бывших офицеров российских ВВС и сотрудников «Вагнера». А до этого Пригожин годами отрабатывал способы маскировки своих перелетов, но казалось, это только международных полетов. Самолеты ЧВК «Вагнер» главы часто вылетали с подмосковного военного аэродрома «Чкаловский», а затем включали транспондеры и пропадали с экранов слежения. При этом экипажи всегда имели при себе поддельные паспорта. Списки из пассажиров менялись непосредственно перед взлетом, а в середине полета диспетчера воздушного движения часто сообщали, что борт внезапно меняет пункт назначения. И что интересно, сейчас выпала новая старая видео Пригожина, якобы снятое в период 19-20 августа, где он говорит о том, что у него все в порядке. Вот уже подводя итоги того, что произошло, сколько? Десять дней спустя. Ваше уже окончательное мнение того, что, собственно, наивероятнейшая версия того, что произошло? Ну, вот когда вы все эти меры пересечисляли, меры безопасности, это тогда, когда государство тебе помогает. А когда государство против тебя, и она команда государства против тебя, ты ничего не можешь. Ты же не можешь взлетать с Луны и лететь на Марс. Ты взлетаешь с аэропортов, которые контролируют государство по маршрутам, которые контролируют государство, по воздушным коридорам, которые контролируют государство. Те то ли дадут паспорта, то ли аннулируют. В старой вере у него там аннулируют отвечать к Спартовому Пригожину, он же знал. Но совершенно очевидная одна версия. Я вообще думаю, я думаю, я знаю, что там у Латыни Володя Осечкин говорил, что вряд ли это возможно, но я думаю все равно, что ему дали команду куда-то прилететь. Со всей командой для серьезных разговоров. Я думаю, что такая информация могла искать от ближайшего окружения Путина или от самого Путина. Потому что, как говорится, как в этом анекдоте, а я вас три года на этот корабль собирал. Помните, как это в известном анекдоте Господь Бог объясняет, почему он там всех наказал, этот корабль потопив. Вот, поэтому он собирал их там всех вагнеровцев на этом самолете, сделал так, чтобы был предсказуемый выезд, предсказуемый понятный полет, траектория и так далее, чтобы там никто ничего не выключал. Но я думаю, что там ракета точно была наготове. Взорвалась бомба, но я думаю, что ракета была 100% готова. Если бомба не взорвется, значит полетит ракет. Хотя, может, и то, и другое было. Путин сам лично. А что мы не понимаем? Да вот это СПО-то, специальная похоронная операция. Это еще надо так поглумиться было. Надо останками этого Пригожда и всех прочих поглумиться. Ну как? Но я извиняюсь, если нам Невзоров объяснил, что вот есть речка Лупа, а есть кладбище, которое за речкой Лупы. И вот все, никто не знает название этого про кладбище, а в Питерске все говорят, что похоронен на Залупе. Ну а извините, вот туда его и похоронили. Потому что еще надо... Потому что талант... Вы немножко, пан Игоревич, вы немножко так передернули. Он похоронен за Лупой. Извините, что питерские говорят, я повторяю только то, что они говорят. Может быть, и за Лупой похоронен, но вообще они говорят... Я понял. Ну хотя тут тоже нормально с русским языком все похоронен за Лупой. Пан Игоревич, ну там ему и место, собственно. Спасибо, что у нас уже ожидается следующий гость на Линии. И как всегда мы благодарны за ваше время и за вашу оценку ситуации политической в России. Спасибо большое. Геннадий Гудков был с нами, профессиональный политик в Париже. Thank you. Субтитры сделал DimaTorzok